Друзья мои, всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. С вами снова Наталья Новикова. Сегодня я посадила гиацинты на выгонку. Как я вам уже говорила, что я хотела провести некий такой эксперимент со своими луковками, которые я всю весну холила и лелеяла после выгонки. 10 штук у меня их было, 7 я уже благополучно посадила на своем дачном участке, как это того и требовало, но 3 решила снова посадить на выгонку. Я не призываю вас делать точно так же. Еще раз повторюсь, что это эксперимент, который интересен лично мне. Способны ли луковицы зацвести вторично на выгонке. Я подкупила еще 2 луковки, чтобы у меня в горшочке было 5. То есть вот эти 3 это уже те луковки, которые я сохранила. Видите, они уже с росточками. Держать их больше уже не предоставлялось возможности, поскольку вот этот росточек тянет из луковицы все силы, а корешочков-то у нас там нету. Поэтому надо было срочно их уже посадить. Несмотря на то, что у гиацинтов намного меньше срок охлаждения, нежели у тюльпанов, то есть скорее всего цветы у меня появятся к Новому году даже может быть очень. Поэтому вот таким образом я поступила, решила уже все-таки посадить свои гиацинты. Значит, все то же самое, что и у тюльпанов. У меня есть видео, как я рассказывала, как я готовлю почвосмесь. Кому интересно, обязательно посмотрите. То есть особой разницы нет. Точно такой же дренаж на низ, абсолютно такая же почвосмесь. Единственное, что как мы их заглубляем. То есть вот посмотрите, абсолютно они не засыпаются почвой. Единственный такой нюанс, что не надо сажать высоко, прямо вровень с горшком. Все дело в том, что очень часто по весне мы видим с вами покупные гиацинты, которые просто вываливаются из этого горшочка, из своего стаканчика. Как-то на боку лежит луковица. Все это происходит потому, что когда корневая система начинает активно у гиацинта расти, то она может просто вытолкнуть эту луковку из горшка. Если будет луковица находиться прямо на поверхности, рядышком с вот этой вот верхушечкой горшка, да, то может получиться не очень красивая картина. Поэтому я сажаю немножко поглубже, но при этом их вот так вот не засыпаю. Точно так же убираю в холодильник, да, и уже смотрим по мере отрастания вот этих вот росточков. То есть как только они достигнут высоты 5-10 сантиметров, можно будет уже переставлять наш горшок на подоконник. И уже дальнейшие события я обязательно вам буду рассказывать, показывать, что же делать с ними дальше. А нюансы все-таки в гиацинте есть. Вот так выглядит петуния, пользуясь случаем, еще раз продемонстрирую, да, которая вся стоит в бутонах. Очень меня радует. Будем смотреть, насколько цветение ее, да, затянется, насколько продолжится. Так что вот, друзья мои, увидимся, услышимся, до новых встреч, пока-пока!